Глава 38. Отдых и молитва. «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного» Евангелие от Марка, 6 глава, 31 текст. По возвращении из своего миссионерского путешествия апостолы пришли к Иисусу и поведали Ему обо всем, что они говорили и делали. И тогда Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Дело в том, что их постоянно окружали толпы людей, жаждавших получить у Иисуса исцеление и услышать Его слова. Так что ученикам некогда было поговорить и даже поесть. А из их рассказов Иисус понял, что они нуждаются в подробных наставлениях. Оказавшись одни, вдали от Иисуса, они порой испытывали такие трудности, что не знали, как поступить или что сказать. Кроме того, у них был соблазн приписать себе совершенные ими чудеса. Сатана искушал их гордыней, внушая мысль, что эта сила исходит от них самих. Им нужно было побыться Иисусом наедине, чтобы открыть Ему свои сердца в уединенном месте, на природе, вдали от людей. Иисусу тоже довелось пережить немало горьких минут. Он только-только услышал весть о казни Иоанна Крестителя. Это живо напомнило ему о той печальной участи, которую предлежит и ему тоже. Священники раввины постоянно поносили его, соглядатые следили за каждым его шагом, и каждый день составлялись все новые и новые заговоры с целью помешать его служению, а то и вовсе убить его. А теперь еще и народ донес до царя Ирода, что Иисус – это Иоанн Креститель, воскресший из мертвых. На улицах только и говорили о вооруженном восстании против Рима. Ирод все время опасался переворота, в результате которого он мог бы потерять свой трон. В этих обстоятельствах любой, кто подобен Иисусу, собирал вокруг себя толпы народа, сразу же оказывался в подозрении. Было ясно, что Иисус больше не мог продолжать в Галилее свое общественное служение. Ученики Иоанна Крестителя предали земле его тело и теперь присоединились к Иисусу в поисках утешения и водительства. Они тоже нуждались в тишине и покое для общения со Спасителем. В конце концов, Иисус сказал своим ученикам, «Давайте найдем тихое уединенное местечко и немного отдохнем». Мне кажется, Иисус сказал это только ученикам, не включая себя. И так они направили свою лодку к пустынному берегу на северной стороне озера, который утопал в свежей весенней зелени. Отдых и восстановление Иисус беседовал с учениками о деле, которое они совершали. Он указывал им на их ошибки и учил, как правильно подходить к людям. Они хорошо отдохнули от трудов своих и вдохновились надеждой и мужеством для дальнейших свершений. Впереди у них было еще много работы. Но Иисус не призвал своих учеников к беспрерывному тяжкому труду. Слова, с которыми Он обратился к Своим ученикам, предназначены и для тех, кто совершает Его дело сегодня. У людей, которые служат ближним, должно быть время для отдыха. Когда нам сопутствует успех в деле Божьем, у нас появляется соблазн полагаться на человеческие силы и возможности. Мы начинаем меньше молиться и меньше верить. Мы начинаем пренебрегать нашей зависимостью от Иисуса и сосредотачиваемся на работе, словно от нее зависит наше спасение. А ведь мы должны помнить, что эта работа совершается силой Христа. Мы должны уделять время молитве, духовным размышлениям и изучению Библии, чтобы не терять никогда с Ним связи. Пример Христа Ни один человек не был так отягощен трудами и ответственностью, как Иисус. Но посмотрите, как часто Он уединялся для молитвы. Снова и снова в евангельской летописи мы находим строки о том, как Он, встав рано поутру, удалялся в пустынное место и там молился. Наш Спаситель был вынужден прекращать на время свой напряженный труд, чтобы проводить время наедине с Отцом. Подобно нам, Он полностью зависел от Бога. В Своих личных молитвах Он просил о божественной силе для предстоящих трудов и испытаний. В постоянном общении с Богом Он освобождался от страхов и печалей и обретал животворящую силу. Чтобы затем даровать ее миру, мы тоже, подобно Иисусу, можем получать жизнь от Бога и передавать ее людям. Такой молитвенный опыт необходим каждому человеку. Когда умолкают все остальные голоса, когда остается за спиной весь мир со всеми его тревогами и заботами, в нашей душе наступает безмолвие, которое позволяет нам услышать голос Божий. Только так и можно обрести истинный покой и мир. Только так мы сможем возобновить силы для благовестия своим ближним. Если мы найдем время, чтобы прийти к Иисусу и поведать Ему о своих нуждах, нас не постигнет разочарование. Если мы попросим Его о мудрости для богоугодной жизни, Он не оставит нашу молитву без ответа.